С декабря прошлого года по декабрь нынешнего автомобили с пробегом подорожали в России в среднем на 15%. По данным аналитического агентства «Автостат», резкий скачок цен более чем на 30% наблюдался с декабря по февраль. В следующем месяце наблюдалось снижение в среднем на 3-4%. Стабилизация наступила к концу лета, а в сентябре даже наблюдался небольшой подъем. Октябрь и ноябрь не поддержали эту тенденцию, и цены снизились еще на 1,5%. Анализируя базу объявлений сайтов по продаже автомобилей, эксперты агентства пришли к выводу, что средняя стоимость самой популярной на вторичном рынке на марке Ford Focus в трехлетнем возрасте составляет сейчас 552 тысячи рублей. При этом год назад подобная машина стоила в среднем 469 тысяч рублей, то есть на 18% дешевле. Примерно настолько же подорожала корейская Kia Rio, которая сейчас оценится продавцами в 467 тысяч рублей. А вот ее соплатформник Hyundai Solaris за прошедший год вырос в цене существенно меньше. Год назад за трехлетний автомобиль просили в среднем 425 тысяч рублей, а сейчас 453 тысячи, то есть всего на 7% больше. В пределах 7% за год подорожали также Chevrolet Cruze и Volkswagen Polo. На 10% увеличилась стоимость Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mercedes-Benz S-класса. На 14% выросли цены на Opel Astra, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan. Выше среднего значения по рынку подорожали Kia Ceed, Volkswagen Passat, Toyota Camry, BMW 3-й серии и Toyota Land Cruiser. По мнению экспертов в ближайшее время не стоит ожидать существенных колебаний цен на поддержанные автомобили. С одной стороны растет стоимость новых машин, с другой снижается платежеспособный спрос, что не позволяет этому рынку расти. Ну а для того, чтобы быстро продать машину, в нынешних условиях продавцам приходится уступать в среднем до 10% ее стоимости.